Здравствуйте! С вами программа «Вопрос служителю церкви». Сегодня у нас в гостях служитель церкви, юрист Ничик Василий Иванович. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. И перед нами очередной вопрос. Его задает нам Дмитрий, 38 лет, и звучит он так. Что такое секта? Чем она отличается от церкви? Кто вообще это решает? Как в этом разобраться? Чем опасны секты? Вопрос очень интересный. Да, их много. Вопрос достаточно сегодня спорный и поднимающий очень много, скажем так, дискуссии. Но нужно сказать, что на сегодняшний день четкого определения никто однозначно не дает. Есть разные социологические определения. Словари. Если мы возьмем с вами десяток словарей, мы найдем разные определения этого. Но это же четкие определения. Но разные. То есть, много четких определений. Вы знаете, я четким определением называю то, что я чаще всего, если нахожу у Господа Бога, в его словах, когда он один раз сказал, а потом уже больше не меняет. Слово секта есть в Библии? А вот в Библии такого слова мы не найдем с вами. Это усложняет нашу задачу. Да, но и вы знаете, сегодня, в общем-то, происхождение этого слова по-разному толкует. Одни говорят, что это слово происходит от слова, переводимого на русский язык, как школа. То есть, отдельная школа, отдельное учение, сформировавшееся и отделившееся от большинства, ставшись самостоятельным учением. Другие говорят, что происхождение слова секта от латинского слова сикария или отрезанной, тоже как бы отделённой от большинства какого-то, но это опять-таки, если отделённой религиозной, то от большинства религиозного. То есть, латинского происхождения в любом случае. Где-то оно близко. Ну, оно, наверное, близко по и звучанию, и смыслу со словами такими похожими. Сектор и секция. По сути, это сектио, сектор, часть чего-то целого. Часть чего-то большого, да. Отделённая. Но при этом самостоятельная. И секция – это что-то отделённое. В КАФУ есть секции, они отдельно существуют. Да. Но вы знаете, я, конечно же, сталкиваюсь в исследованиях по социологии с тем, что и социологи пытаются дать какое-то определение, что такое секта. И по определению, которое социологи давали ещё на рубеже 19-20 века, они говорили о том, что церковь отличается именно от секты тем, что церковь – это некая большая религиозная, организация, которая сформировалась уже на протяжении многих лет, у которой есть своя разветвлённая структура руководства, которая как бы в немалой степени она уже переплелась с культурой и традициями общества. А то, что называли учёные на рубеже 19-20 века сектой, то это в большей степени некая малая религиозная группа, которая отделилась от этой большой, у которой сформировалось своё учение. Но при этом она не отличается замысловатостью своей системы руководства, очень такая упрощённая система руководства этой организации, этой структуры. Может быть, даже всё замкнуто на каком-то одном лидере. И ещё одно, что эта группа живёт узко своими интересами, поисками самоидентификации своей узко в своей жизни, не интересуясь вопросами общественной жизни. Для них это как бы не актуально. Ну, похоже, что это определение как бы закрепляет то понимание, которое в обществе сложилось к 20 веку, если вы говорили сейчас. Возможно, но нужно сказать, что на сегодняшний день, уже к 21 веку, вот это определение секты, оно поменяло своё значение. И на сегодняшний день чаще мы видим с вами, это слово используется как некое пугало по отношению к религиозному инакомыслию. То есть, всякое религиозное инакомыслие сегодня господствующие церкви, господствующие религиозные организации начинают использовать вот это слово секта. И поэтому даже возникает некая дискуссия в обществе, я знаю, что в средствах массовой информации иногда используют это слово, и даже было много судебных каких-то процессов, где спорили относительно того, насколько допустимо использовать слово секта в журналистской практике. Я знаю, что было решение, значит, союза журналистов большого, да, которое вынесло такое как бы определение, что слово секта на сегодняшний день является оскорбительным словом. Но те, кто пытаются бороться с сектами и туда смешивают в кучу всех, все конфессии, все религиозные расповедания, не отличая одно от другого, всех называют сектами, то в этом случае они говорят, да что вы, что вы, слово секта, оно достаточно безобидное и сегодня не носит никакого такого оскорбительного характера. Тем не менее, известно несколько прецедентов, случаев судебных разбирательств, когда члены организаций, которые называются сектой, подавали в суд о защите достоинства и деловой репутации и выигрывали. Вы знаете, к сожалению, таких процессов меньше, нежели тех, что они проигрывали, потому что когда дело касалось именно спорности только лишь по одному термину секта, то это очень спорный вопрос, очень спорный вопрос. Я, конечно, с своей стороны, как юрист, однажды предложил в процессе рассмотрения и дискуссии в этом вопросе, я предложил сделать эксперимент, потому что было две стороны. Одна сторона утверждала в том, что это слово безобидное, и если им называть, то просто определяется, что это группа людей, просто вот объединенных в своем расповедании, но это никак не является чем-то пугалом, потому что сегодня, говоря о секте, мы говорим, в общественном сознании чаще всего это кто? Это люди, которые, во-первых, мошенничеством занимаются, вымогательством, насилием. Вот это то, что чаще всего свойственно по общественному сознанию вот этой группе людей, которых называют сектой. И вот два оппозиционных таких понятия. Одни говорят, что это нормальное философское определение, другие говорят о том, что это негативный, носит такой оттенок, вот это слово, его использовать нельзя. Я предложил провести эксперимент. Простой. Выйти на улицу и остановить первых 10 человек, которые будут идти, и задать им вопрос, что такое секта. И в зависимости от того, как эти 10 человек ответят, мы сможем с вами судить, какое общественное отношение к этому слову, насколько общество относится к этому слову как к философскому слову, что да, это школа, самостоятельное вероучение, или же все-таки как негативное. И я должен, к сожалению, признать тот факт, что сегодня большинство в обществе воспринимают секту именно, или это слово, и всех тех, кого называют этим определением, как что-то страшную организацию, которая занимается вымогательством, обманом, насилием, там, разрушением семьи и прочее, прочее. Все, что самое страшное можно сказать. Зомбируют своих адептов. Да. Вот это все берут и относят к таким организациям. И я думаю, что здесь сегодня наше общество еще нуждается в том, чтобы объективно исследовать данный вопрос и дать ответы. Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд, господствующие религиозные религии, которые преобладают по количеству своего присутствия, они зачастую не заинтересованы в том, чтобы это исследование было проведено. Почему? Потому что, в принципе, сегодня очень многие религиозные организации, в частности протестантского вероисповедания, они уже имеют достаточно большой исторический свой путь в мире и, в частности, в России. Их пытаются сегодня многие отнести к сектам, но на самом деле это далеко не секты, потому что они сформировались, они сегодня живут жизнью общества, они участвуют в очень многих социальных проектах современного общества, они несут свой положительный конструктивный вклад в жизнь общества, они имеют и вероучение сформировавшееся, они имеют свою структуру, организационную структуру. Поэтому назвать их сектами – это уже далеко неправильно, что не в интересах религиозных организаций, которые представляют большинство. И поэтому сегодня дискуссия эта, она не закрыта. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, в принципе, Священное Писание говорит, а вообще реально наличие вот таких разных религиозных течений, которых будет очень много на Земле, и соответствует ли это тому, что написано в Священном Писании? Самая главная проблема для понимания человека – как это вообще возможно? Нормально ли наличие многих религиозных групп, особенно внутри какой-то одной религии? И здесь нужно сказать, что это реальность. Это реальность, которой надлежит быть. И если мы даже отбросим в сторону, скажем, религии, такие религии мира, как ислам, иудаизм, буддизм, потому что внутри них там есть свои ветвления, когда они дробятся на различные школы, на различные учения, и друг друга они называют сектами, что самое интересное. И друг друга они так. И в одной стране вроде одну поддерживают больше, а в другой стране другую школу, другое учение, и вот идет такая борьба. Но если нам сузить только на христианстве одном, то здесь мне на память приходят слова, которые сказал в свое время Иисус Христос. Я позволю себе прочитать Евангелие от Матфея в 24 главе, в 24 стихе мы можем прочитать следующие слова Иисуса Христа по этому поводу. Иисус говорит «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Иисус Христос, вот эти слова, которые я сейчас прочитал, говорит в контексте ответа на вопрос своих учеников о событиях, которые будут предварять его пришествие, или конец света, по-другому еще это называли ученики, и сегодня называют. Так вот, перед пришествием Иисуса Христа, или в конце времени существования греховной планеты, Земли, на Земле будет очень много различных религиозных вероучений. Их будет становиться все больше и больше. И учителя будут появляться, которые будут учить, и каждый будет говорить, что он несет истину. И если прочитать еще один текст здесь же, то Иисус говорит «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или вот там, не верьте». Иисус говорит, что появится много таких учителей, и они будут говорить «Вот у нас здесь Христос, нигде больше его нет». Или кто-то скажет «Вот там, в этой религиозной организации, там Христос, больше его нигде нет». Он говорит «Вы не останавливайтесь на этом, потому что перед пришествием моим, говорит Господь, будет много различных религиозных течений». И, конечно же, вопрос, который нам с вами сегодня задают, кто вообще решает, это секта или не секта? Я хотел чуть-чуть к этим словам. Вы сказали, что восстанут же Христы, лжепророки. Большинство организаций в мире, христианских, допустим, религиозных организаций, подпадут под понятие секта, поскольку мы по пальцам можем пересчитать самые крупные традиционные деноминации. Получается, что во главе этих организаций лжепророки, однако это сотни организаций, и никто из них не согласится с этим. Никто с этим не согласится, безусловно. И вот вопрос, который у нас есть, говорит, кто вообще это решает, как разобраться вообще среди всего этого множества, что есть истина, или кто говорит истину, где она. Это лон, относительно чего мы должны сопоставлять, поскольку, допустим, взять эпоху реформации. Лютер, получается, в лоне католической церкви начинает проповедовать идеи, которые несопоставимы, ну, точнее, скажем, критиковать некоторые направления учения. Фактически он становится сектантом по отношению к ней в какой-то момент уже, когда был отделен. Но для него католическая церковь – это церковь, которая отошла от какого-то мерила, которому она должна соответствовать, и, возможно, в его глазах она становится сектой. Получается, слишком относительно. Итак, каков же… Вы знаете, какой-то всеобщий измеритель. Как нам можно дать ответ для себя на этот вопрос? Что же есть, скажем, мерила истины? Я уверен в том, что мерила истины, остается то, что прошло через века. Через века до наших дней дошло только одно священное писание – Библия. Конечно, здесь можно мне возразить о том, что все религиозные организации опираются христианского толка, опираются на Библию. И все говорят, что мы ее толкуем правильно, а другие ее толкуют уже неправильно. Можно возразить и не только это. Кафолическая, католическая, кафолическая, как вселенская церковь, обязательно будет утверждать и то, что она имеет преемственность от первоапостольской церкви, которую утратили так называемые секты, которые имеют начало в своей истории, оторванное от первых веков. Вы знаете, это аргумент интересный, но мне хотелось бы ваше внимание обратить, что во времена Иисуса Христа, когда он был в своем первом пришествии на земле, на земле тоже была своеобразная иудейская, кафолическая церковь. Потому что Новый Завет называет ветхозаветный народ израильский, народ Божий, называет церковью. Так вот, в те времена тоже была церковь, которая сохраняла преемства своеобразные. И они прошли через века, они сохраняли это преемство, они могли его проследить, свою родословную просьбу до Моисея. Но при этом мы знаем, что один из руководителей вот этой преемственной цепи, он стал тем, кто добивался распни Христа. Он добивался того, чтобы его распяли. Получается, преемственность она еще не стала защитой от того, чтобы принять решение об убиении Сына Божьего. Она еще не стала гарантией и защитой от того, чтобы принять решение о том, что его нужно отправить на распятие. И в итоге, в общем-то, мы сегодня с вами видим, глядя на историю, что преемственность чего-то, которую некоторые религиозные организации настолько пытаются ей хвалиться и показывать как некое достоинство, это еще не защита и не гарантия истинности. Потому что истинность, она определяется по-другому. И Иисуса Христа, и его учеников обвиняли как раз в том, что они были сектой, которая пытается расколоть церковь большинства, которая сохранила преемственность истины, дойдя от Моисея до тех времен, когда Христос был, когда апостолы проповедовали. Но Христос, он все-таки, несмотря ни на что, когда что-то поднималась, какая-то тема, какие-то споры, дискуссии, он всегда возвращал к одному. Что читаешь? Что написано в Писании? И он говорит, исследуйте Писание, ибо только так, читая Священное Писание, вы сможете сами найти ответы на те вопросы, которые являются актуальными. Поэтому я понимаю, что сегодня, когда люди сталкиваются с вопросом, что есть секты? Да, есть. Есть много различных вот этих религиозных движений, их очень много? Да, много. Как определить, что есть истина? Как определить, где она? Определение есть у нас с вами только одно. Мерила истина – это Священное Писание, его нужно читать, исследовать и соотносить. Чему учит то или иное религиозное движение? Говорит ли оно так, как написано? Говорит ли оно так и исповедует ли так, как написано? Подходить объективно, подходить честно, так, как говорит Господь. И, конечно, первое – это читать Священное Писание. Второе, чтобы я мог сказать, что поможет человеку определить, что есть истина, это дать возможность, чтобы в молитве, когда человек общается с Богом, услышать его ответ. И Бог никогда не оставит человека безответным. Потому что Иисус Христос в книге «Откровения» написаны такие слова, говорит «Се, стою у двери и стучу. И кто услышит голос мой и оттворит дверь, войду к тому и буду вечерить с ним, и он со мной». Когда человек принимает в своей жизни решение открыть свое сердце для Бога, услышать его голос честно, искренне, с молитвой, читая Священное Писание, Бог даст ему ответы. Бог поможет ему отличать черное от белого. Большое спасибо, Василий Иванович. Надеюсь, может быть, отчасти, но на большую часть вопросов Дмитрия сегодня мы ответили. Большое спасибо вам, друзья, за ваше внимание. Будем рады получить от вас новые вопросы. С вами была программа «Вопрос служителей церкви». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова